Если сильно жизнь встала в тягость, иди походи по больницам. В крайнем случае, походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. Ребята, всем привет! Вчера в Казахстане прошел форум гражданского альянса. Это такая общественная организация, которая объединяет вокруг себя множество общественных организаций. Более 500 вроде бы. Этот форум прошел в Астане, и на нем выступил президент Казахстана Назарбаев. Его речь была достаточно пространной. И почему вы сами сейчас убедитесь? Ну а сам форум и те общественные организации, которые там присутствовали, это те организации, которые находятся под крышей государства. Государство им помогает, выделяет гранты. Ну, а они показывают свою какую-то работу. А какую работу показывают они? Ну, мы должны это видеть. А видим мы это или нет, это вопрос ко всем нам. Ну и вот, смотрите, что сказано у президента. Как бы советую я на этом форуме. Мы часто жалуемся, не хватает этого или того. Если жизнь сильно стала в тягости, походите по больнице. В крайнем случае, походите по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. У нас руки и ноги целые, но волосы на голове рвем. Ой, как стало плохо. И ничего с этим не сделаешь. Ничего подобного. В жизни все возможно. Возьми себя в руки и доставь работать. Вот в чем дело. И молодежь мы должны учить этому, посоветовал как бы глава государства. Если честно, я даже не знаю, как прокомментировать эту ситуацию. С одной стороны, да, можно согласиться, что нужно бороться за свою жизнь. Вообще, само по себе, жизнь это и есть борьба. И если бы вот все так просто доставалось, мы бы в эту жизнь приходили на готовенькое. Зачем как бы жить, бороться. Вот. От этого она была бы тусклой и неинтересной. Ну, конечно, когда человек опускает руки, теряет веру, то и жизнь как бы у него угасается. И не зря же говорят, что жизнь это борьба. Ну, а борьба это жизни. Но, что интересно, вот это сравнение, оно, ну, вообще, я помню фильм был, в детстве смотрел Тома Сойера, когда мальчишки пришли ночью на кладбище для того, чтобы, ну, с помощью дохлой кошки вывести бородатки. Они должны были с помощью ритуальных действий как бы прийти к покойнику, которого недавно захоронили. Он грешник. И таким образом вывести, да. Ну, это дети. Они верят во что угодно, как бы. А тут президент предлагает походить по кладбищу, посмотреть. Ведь им намного хуже, чем нам, как бы. Но, с другой стороны, как им может быть хуже, если их уже нету? И это должно, как бы, стимулировать человека на то, чтобы он боролся, чтобы он жил. Но, ну, вообще, конечно. Даже не знаю, что сказать. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. Интересно будет почитать, подискутировать. У нас поднимают зарплату медиков. Но не всем, а те, кто на низкооплачиваемой работе. Это произойдет, якобы, с 1 января. И это коснется 191 тысячи работников здравоохранения. И, что интересно, да, конечно, зарплата поднимется. Но тут вопрос в том, что здесь не указано, насколько поднимется. Это сообщает сайт Mail.ru. И даже если и поднялась, то есть поднимется зарплата, это не значит, что мы будем в плюсе, я имею в виду, работники. Не хочу нагонять волну и негатив в этом плане. Новость, конечно, в какой-то степени хорошая. Но давайте спустимся с небес на землю. Вот, инфляция, она все равно уйдет и уведет нас в минус. Такова казахстанская действительность. Идем дальше. Ну и последнее. Вот, прошла информация, что якобы Пентуон национальный, который сейчас строится под основной, он уже заработал. В какой-то степени. И там уже идут захоронения. Какого-то человека похоронили. И потратили 10 миллионов тенге на только лишь надгробный камень. Вопрос в чем? В том, что у этого человека, который ушел из жизни, что родственников нет. Почему это должно делать государство за свой счет? Вообще, какую цель и задачу преследует здесь государство? Я здесь никак не могу понять. У нас вообще, что в стране все проблемы решены, да? Социальные, экономические. Что мы можем себе позволить. И именно такой Пентуон. А ведь, кто не знает, этот Пентуон строится именно для высокопоставленных чиновников. Именно там будут захороняться якобы президенты Казахстана, депутаты, судьи, члены правительства, акимы. Ну, в том числе и деятели искусства, заслуженные как бы. И у нас все проблемы решены, чтобы такой Пентуон строить. Например, от Астаной, вот Буровой, да, есть. Там очень много пионерских лагерей, которые надо восстанавливать. Их как бы передали в частные руки. Но очень много они стоят в таком бесхозном положении. И они разрушаются. Почему бы туда деньги не потратить эти на восстановление? И у детей появилась бы возможность отдыхать там. Набирать здоровье, знаний. Это же человеческий капитал. Я не пойму, ну, зачем деньги тратить на мертвых, когда надо. И они нужны живым. Самый лучший способ. Это вот, человеческий капитал. Туда деньги надо направлять. Ну, а о мертвых позаботиться. По большому счету родственники могут. Тем более чиновники это не бедные люди. Они могут за свой счет хранить тех, кто уходит из этой жизни. Ну, вот как-то так. В общем, у кого что есть сказать по этому поводу, оставляйте свои комментарии под видео. Ну, а то, что я здесь обозрил, хотите более подробно узнать, я оставил ссылки внизу под видео. Ну, а кому ролик понравился, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok